Hola amigos, добро пожаловать, bienvenidos на канал Кики Мексиканец и сегодня я хочу ответить на один из самых популярных вопросов, которые я получаю почему живу в Москве и это видео я посвящаю, я, мне кажется, откровенно это говорю для меня Москва это самый лучший город на земле, я очень сильно люблю Москву и сегодня я хочу поделиться с вами 5 пунктов, почему я так сильно люблю Москву кстати, я готовился, это моя любимая футболка, в конце видео я вам покажу и вы знаете, комментарий, который мне очень понравилось, что вы мне написали это что вы должны посмотреть видео о иностранцах, которые говорят о жизни в Москве чтобы вы заметили, что действительно хорошо в Москве поэтому, пожалуй, это так, может вы не замечаете, как здесь классно но я вам о этом хочу напомнить вы знаете, что ваше мнение мне очень важно, поэтому напишите, если вы согласны с этими пунктами номер один, это, конечно, московское метро это просто невероятно красиво, это невероятно эффективно я помню, когда я учился в университете, я услышал развитие город, это не где каждый житель имеет машину это тот город, когда богатые и верные используют общественный транспорт и действительно могу сказать, что это огромный показатель в этом плане Москва так, потому что в метро, мне кажется, как, допустим, в отличие от Мехико скорее всего, наверное, в Мехико больше всего употребляют метро люди, которые без... нет очень много денег, или нет, имеют машину а в Москве... здесь, в принципе, в метро может любой человек то есть, в принципе, использовать метро в Москве это никакой показатель социальный класс, богатый, бедный нет, все здесь могут использовать его в Мексике знаем, что станция метро в Москве это дворец для людей и это действительно так и это потрясающе ты можешь долго жить в Москве но, тем не менее, когда ты делаешь какую-то пересадку всегда есть такой момент, когда ты можешь наслаждаться от красотой я, конечно, хотел, чтобы в Мексике были такие красивые станции, как здесь но сейчас не хочу только говорить о красоте потому что это важно но эффективность, то, что, допустим, когда час в пик каждый 40 секунд приезжает поезд и это так быстро, и это так все я могу вам сказать, что был много городов был в Нью-Йорке, был в Японии в Париж, в Турции, который... это... Лондон который является как один из самых главных городов с метро но я вам говорю, что московское метро это нечто нельзя сравнивать в Японии я пострадал о том, что наличными только принимают для оплаты проездной и там есть разные компании, сервисы, ослуживания и, может быть, билет, который у тебя есть не работает для этого поезда и так, очень сложная схема и там есть еще зоны зоны 1, зоны 2 и, в принципе, в Москве неважно ты можешь быть от Пятницкое шоссе до Шолковское это где-то час ехать на метро и будет один тариф и цена очень, конечно, радует например, в Лондоне это может стоить 2 фунта 20 центов это чуть больше 200 рублей за один проезд вы посчитаете тоже Европа обычно все по 2 евро это тоже уже очень дорого а в России это даже меньше евро с текущим курсом когда мои друзья приезжают, я им говорю, что можно просто один день делать экскурсию по московское метро то есть не выходить на землю, можно иметь очень-очень хорошую экскурсию и, кстати, я сделал видео, где я вам покажу мои любимые станции московское метро напишите, если было бы интересно увидеть, какие мои самые любимые станции и, пожалуй, одну штуку, которую больше всего люблю от московское метро это что мне позволяет очень правильно рассчитывать свое время время поездка для меня, как латинос, очень сложно рассчитывать свое время а с этими предложениями ты прекрасно знаешь, по сколько придешь и это великолепно и классно, что есть разные варианты авонементы вы можете купить на, допустим, 60 поездок на 3 месяца, на месяц, на день, на 3 дня то есть, в принципе, на любой вкус, на любой бюджет вы можете купить свой авонемент и это делает удобно и выгодно не только для тех, которые живут в Москве и тоже для туристов если что, я не спонсор московского метро но, правда, мне очень нравится и нужно это признаться и к метро есть очень интересный анекдот турист, который не умеет читать на кириллец кстати, когда я приехал в Россию, московское метро только было на русском хотя я помню, что в Питере уже были какие-то транслитерации в Москве это еще не было он думает, ну, понятно, я не могу запомнить название станции потому что очень сложно но я вижу, что заканчивается на Sky'е окей, так что я живу на станцию Sky'е с окончания а потом, вы сами понимаете, какая шутка, да? выходит и типа, какая твоя станция? ну, заканчивается на Sky'е, ты не знаешь? понятно это плохая шутка второй момент это безопасность города да, понятно, если сравнивать с Мексикой Мексике чуть-чуть опасно, это да, это не секрет но, учитывая Европа, я могу сказать, что тоже Европа есть очень много ну, если сравнивать с другими городами Европы, где есть очень много карманников в Москве это, конечно, поспокойнее ты можешь, ну, гулять в принципе, допустим, когда ты в Мексике, ты всегда, допустим, если у тебя есть рюксак, она идет вперед, чтобы ты всегда видел, что есть и тоже это обычно делаю в Европе, я, да, когда путешествую а в Москве практически все время у меня со спиной кажется, я вообще вперед рюксак не поставлю и чувство безопасности, поверьте, это, это супер, это супер-супер поэтому, когда мне говорят, что Москва опасный город, я думаю, ха-ха, правда? это, конечно, не значит, что Москва самый безопасный город, но, правда, мне здесь живется очень спокойно если вы из тех людей, которые считаете, что Москва не безопасный город, напишите в комментариях, почему и что у вас случилось третий пункт, это режим работы и то, что можно делать для меня было очень приятное удивление, что магазины, кино, ресторанте, просто 24 часа открытия ну, в принципе, в Мексике есть такие, но не такой супер-огромный выбор, как в Москве и даже, что в банке, допустим, могут закрываться в 8 вечера, когда в Мексике обычно все 4 часа дня, все закрывается я думал, когда, когда люди, которые работают, могут успеть поэтому Москва очень удобна, режим работы, соведения и, например, то, что меня поражает в Европе, это если ты в воскресенье все закрытие и в субботу, по-моему, до 6 уже закрывается все мою логику говорить, камон, воскресенье это тот день, когда люди могут ходить по магазинам и купить и это день, который все закрывается иногда у меня были поездки на выходные, а ты саранее уже знаешь, что в Европе воскресенье это иногда как просто мертвый день, потому что очень много чего закрыто и ничего не сможешь делать я, к сожалению, не настолько готов, как немцы, что они знают, что аптека сокрывается по воскресеньям и у них есть свой САПАС и, в принципе, им это не вольной, что даже аптеки не работают в воскресенье ну, я не говорю, что должны работать 24 часа, но хоть какой-то маленький интерваль, чтобы успеть что-то купить и мало того, что режим работы очень широкий, здесь есть очень много чего можно делать и театры, и галереи, и кино, и торговые центры, все прям, здесь очень сложно быть скучен в Москве ну, и раз мы говорили, что здесь все работает 24 на 7, скажите, куда вы обычно ходите прям поздно вечером? а если скучно, тогда перейдем на четвертое место, это что есть 4 аэропорта и, наверное, знаете, что Мексику и округ под Мехико, как под Москве, это примерно больше 25 миллионов и в Мексике есть только один аэропорт в городе и, представляете, это по объемам, как Домодедово представляете, что в Москве только есть Домодедово сокрываем Внуково, Щереметьево и Жуковске там только остается Домодедово, как вы представляете? конечно, цены на билеты это будет очень дорого, потому что мало слотов самолетов и мало того, что у вас есть 4 аэропорта, в принципе, в течение 5 часов полета вы можете лететь на очень много стран чтобы вы поняли, из Мехико до Нью-Йорка это уже 5 часов то есть, в принципе, если лететь из Мехико 5 часов, это примерно до Нью-Йорка больше Нью-Йорка уже 6 часов, то есть, в Канаду мы 6 часов, нам нужен из Мехико и на юге примерно на уровень Колумбии, то есть, в Перу это уже будет больше, больше 5 часов а из Москвы в течение 5 часов полета вы можете, в принципе, любую точку Европы Северная Африка, Восток, Азия, поэтому ваши варианты огромные в течение 5 часов полета и, правда, здесь есть очень интересные отличия, несмотря что я живу в России, мой мозг иногда принимает герографию, как будто я еще нахожусь в Мексику потом я помню, когда я сказал, я пойду в Турцию, представляете, Турцию а кому ты удивляешь, что ты поедешь в Турцию, в России или тоже, когда я в Египет потому что для меня такое представление, Мексика, Египет, это очень далеко очень далеко, больше 15 часов на самолете, нам понадобится, чтобы добраться а в Турции примерно столько же ну, и понятно, есть свою обратную сторону, когда люди тоже мне говорят, что поеду в Лос-Анджелес, так, попозно ну, в Лос-Анджелес 4 часа на самолете, Куба, ну, 2,5, почти 3 часа это меня не очень сильно удивляет, потому что у меня как-то геолокация все еще осталась в Мексике и раз мы говорили о 4 аэропортах, мой любимый это Внуково, а какой ваш? ну, и пятый пункт, это соотношение цена-качество если вы зарабатываете в рублях, тогда мы точно поймете когда в Москве есть бизнес-лоунч со 300-350, это, грубо говоря, 5-6 евро ну, примерно, а когда ты в Испании, там меню, например, стоит 11 евро, 12 евро получается сейчас очень дорого и не очень выгодный курс и в Москве ты чувствуешь, что то, что ты платишь в рублях, в принципе, не так дорого может себе здесь больше позволить, чем последний раз, когда был в Европе каждый раз мне кажется, что дороже и дороже я помню, когда давним-давно приехал в Москву платить со такси мне показалось очень дорого а сейчас, пожалуйста, я думаю, может быть, это один из самых дешевых городов в Европе где можно платить со такси пожалуйста, напишите в комментариях, если вы согласны, что цена-качество соответствует и есть маленький бонус это, конечно, Красная площадь я помню, когда я приехал, наверное, 4 или 5 раз в неделю просто пришел на Красную площадь, наслаждаться зимой, летом, я взял свои книжки и рядом со Спаской Важной есть маленькие части с газоном я помню, просто я пришел, лежал, наслаждался, потому что я прям чувствовал это магия, это атмосфера, что я в России мое любимое место в России точно, это Красная площадь великолепно и не только в России, я могу сказать, что и в Европе да, да, я думаю, наверное, вам пора показать свою футболку конечно, Красная площадь Храм Василия Блаженного ну и, мои дорогие amigos, надеюсь, что после этого видео, если вы живете в Москве заметили, как классно здесь и очень хорошо, что даже погода мне вообще не беспокоит ну и решили не включать о погоде, потому что, мне кажется, Москва очень хорошо исправляется да, бывает холодно, но это город, который полностью готово к холоду ничего не тормазывает например, в Испании, если есть, не знаю, какой-то снегопад все закрывается, заканчивается и не знаю, куда деваться в Москве, пожалуйста у всех есть отопление, есть метро все работает и даже в минус 30 градусов ничего не изменится ну и я надеюсь, что после посмотра этого видео если вы живете в Москве замечайте, как здесь классно, что вам везет что вы здесь наслаждаетесь это если вы не в Москве, надеюсь, что вам осталось желание приехать, чтобы это увидеть и надеюсь, что вам понравилось вы знаете, что ваша поддержка мне очень важна не забудьте подписываться мне очень-очень важно пожалуйста, делайте это прямо сейчас поставьте лайк, колокольчик берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро adios amigos так удачи письмо а в в